Здравствуйте! С вами Лидия Сопронова. Этот мастер-класс посвящен браслету с кристаллами Сваровски и перламутром. Здесь будем вышивать бисером, пайетками и разными бусинами. Приятного просмотра! Нам понадобятся кабошоны перламутра 14х10 мм, ривели Сваровски 14 мм, 12 мм 2 штуки, пришивные стразы, шатон монтис 4 мм, жемчуг 3 мм, чешские бусины рандели 3 мм и 4 мм, чешский бисер 10-го размера 2 цвета, белый-бежевый, бисер миюки, круглый 15-го размера и далеко 11-го размера, пайетки чаша 4 мм, застежка карабин с цепочкой удлинителем, лента шибори или шибори, вот так она выглядит. Вышивать буду нитью S-лон, размер АА на моделируемом фетре, размер основы 18х5 см, кожа для изнанки, прозрачный клей и ножницы. Приступая к работе, оплетаем ривели 14 мм, набираем 36 бисеринделики, оставляем небольшой хвостик 10-15 см и проходим через все бисеринделики. Подтягиваем, получаем круг и входим в самую первую бисеринку. Далее, как обычно, плетем мозаичным плетением, набираем одну бисеринку и входим в бисеринку через одну, так по кругу. Завершая этот ряд, подтягиваем нить и здесь у нас нить проходит через эту бисеринку. Для того, чтобы подняться на следующий, проходим вот в эту бисеринку, вот так. Подтягиваем и следующие два ряда плетем, проплетаем бисером 15 размера. Первый ряд мы подтягиваем не очень сильно, то есть проплетаем также одна бисеринка через одну, таким же образом поднимаемся на следующий ряд и уже второй ряд стягивающий. Завершив оправу с лицевой стороны, мы переводим иглу на другую сторону, то есть проходимся по бисеринкам. Вот так, по ходу бисеринок подтягиваем нить и вставляем риволи. И далее плетем еще два ряда бисеринок 15 размера, так как изнанка и риволи будут пришиваться к основе, то я использую бисеринок 15 размера попроще. Также плетем два ряда. Первый ряд мы не сильно стягиваем, а второй ряд стягиваем посильнее. Одна бисеринка через одну. Риволи оплетен, так выглядят с изнанки. Всего их в браслете три. Я оплетаю их сразу. 12 мм оплетается так же, только в самом начале набирается не 36, а 32 бисеринодельки. Нить выходит из последнего ряда. Пришиваем, располагаем по центру. Прижимаем. И пришиваем к основе. Захватываем бисеринки последнего ряда. Примерно через 2-3 мм. Вот так. Захватили две бисеринки. Подтягиваем и пришиваем. Пришили. Далее хвостик нити пропускаем через несколько бисеринок. Далее вышиваем вокруг чешским бисером белым. Здесь набираем 2. Далее на лицо между этими двумя бисеринками проходим вторую. Подтягиваем. Снова набираем 2. Так же пришиваем. И так шьем по кругу. Бисерный ряд пришит. Далее мы будем пришивать пайетки. Для этого выводим иголочку примерно на 1-2 мм от бисера. Набираем пайетку выпуклой стороной. Вот так. Пришиваем близко к бисеру. Поправляем пайетку. Она должна встать вот так. Первую можно придержать. Вот таким образом. Далее выводим иголочку рядом с этой пайеткой, отступив буквально 1 мм. Вот таким образом. Подтягиваем. Набираем следующую пайетку так же выпуклой стороной. То есть они все будут набираться так, выпуклой стороной. И пришиваем близко к бисеру. Поправляем. Вторая пайетка ляжет на первую. Пришиваем третью. Так же. Отступаем. Около 1-2 мм. Подтягиваем нить. Набираем выпуклой стороной. И пришиваем близко к бисеру. Третья ляжет на вторую. Поправим. Так вышиваем вокруг. Завершая пайеточный ряд, мы последнюю пайетку пришиваем и укладываем ее под самую первую. Вот таким вот образом. Подтягиваем и укладываем. Так они ложатся. Из-за того, что мы пришивали их очень близко, здесь нити, то есть наши стежки почти не видны. Подтягиваем. На изнанке можно завязать узелок, закрепить ниточку и оставить ее. Подтягиваем. Далее мы переходим к ленте. Здесь я отрезала уже ленту 6 см. Вот так она выглядит. Овал. Есть у меня выкрика 4х2,5 см. Этот овал, обтянутый лентой, будет располагаться вот здесь. И я на него сверху буду приклеить перламутр, то есть украшать его еще. И мне не нужна здесь такая большая складка. Поэтому я разрежу его пополам. То есть у меня получится вот так вот где-то. Вот так вот он будет обтянут. Растягиваю на 9 см. Нахожу середину вот здесь. И ровно по этой складочке мы ее разрезаем. Таким образом. Вот так будет выглядеть наша лента в самом браслете. Сейчас я покажу, как это сделать. У нас есть овал, повторюсь, 4х2,5 см. И мы будем обтягивать лентой. Сначала мы вот такую сложную ленточку сошьем. Ну, то есть мы сделаем такой вот стежок. Соберем, да, чтобы она не распускалась. Примерно так. Сделаем один стежок. Или два. Просто мы ее закрепим, чтобы она сильно не распускалась. И с другой стороны сделаем так же. Далее мы растягиваем ленту. Кладем сюда наш овал и начинаем пришивать. Здесь хорошо уложить фетр в складочку вот таким вот образом. Вот находим складочку подходящую. Вот так это будет лежать. Здесь можно немного натянуть, чтобы было удобнее пришивать. И просто пришиваем обычными стежками. Пришиваем так, чтобы не зацепить лицевую часть ленты. То есть мы шнем по фетру, как бы прокалываем его наполовину. Этим пальцем щупаем, нащупываем так, чтобы здесь стежков не было видно. Стежков нет. Шьем по фетру. То есть прокалываем его только наполовину. Здесь огибаем и так же пришиваем. Далее пришиваем этот кусочек, отступив примерно 5 миллиметров. Здесь от пайеточного ряда 5 миллиметров примерно. Располагаем по центру и пришиваем. Здесь пришивать несложно. Главное разместить правильно, ровно, чтобы было. А придерживаем. И вот у меня здесь выходит ниточка и здесь же я буду пришивать. То есть прокалываем. Видно? Прокалываем основу. Выходим рядом вот так вот. Аккуратно зацепим ленточку и по возможности фетр. И входим снова. То есть вот таким вот образом. Стежки утопают в самой ленте, их не видно. Примерно через 7-8 миллиметров следующий стежок. Здесь как вам больше понравится. С одной стороны я уже продолжила работу, а здесь я покажу, что мы делаем дальше. Далее мы приклеиваем кабошон перламутра. Наносим немного клея на кабошон. Тут нет задачи очень сильно приклеить. Мы приклеиваем для фиксации. Наносим немного клея. Здесь приклеиваем аккуратно, чтобы не испортить ленту. Я приклеиваю примерно на расстоянии 1 сантиметр, то есть не совсем по центру. Вот таким вот образом. И тут же мы будем его оплетать бисером деликой. Прижимаем кабошон. Выводим иголочку около него. Набираем две бисерины делика 11 размера. Пришиваем. Выводим иголочку между бисеринками. Проходим через вторую. Подтягиваем. Снова набираем две. Также пришиваем. Обращаем внимание, что здесь в базовом ряду должно быть обязательно четное количество бисеринок. Заканчиваем этот ряд. Пришиваем последние две бисеринки. проходим через вторую и сразу через первую. Вот таким образом. Через самую первую бисеринку. следующий ряд плетем также этим же бисером. Набираем одну бисеринку и входим в бисеринку через одну. Так проплетаем весь ряд. И третий ряд, завершающий, стягивающий. будет бисером 15 размера. Кабошон оплетен и пришиваем стразик рядом с кабошоном. Прямо по центру. Мы его пришиваем и будем вокруг него вышивать пайетками. Вот так. И пришиваем близко к самому кристаллу, вот здесь. Пайетки пришиты и для того, чтобы они смотрелись как цветочек, мы их немного раскрываем вот таким вот образом. Далее мы пришиваем бусины. Здесь 4 миллиметра. Здесь я пришиваю сразу три крупных бусины. Пришиваю по одной. Сначала пришиваем по одной. Сначала пришиваем одну по центру. Пришиваю вместе шками, так как бусины рандели могут оторвать нить, поэтому сильно не затягиваем. Аккуратно пришиваем на 2 месте шками. Пришиваем по центру. Потом я пришиваю перед ней бусину такую же. Вот так три пришиты. Далее я пришиваю парами, то есть одна такая вот светло-коричневая-розовая, светло-коричневая-розовая и дохожу до центральной линии. То есть мы будем здесь пришивать также по одной для того, чтобы они хорошо сидели. Набираем одну, пришиваем, выходим перед ней, проходим через нее, подтягиваем. Так пришиваем по одной, у меня здесь до центральной линии помещается 10 пар светло-коричневая-розовая, так пришиваем только до центра. С другой стороны будем пришивать от этой бусины, то есть мы не так шьем по кругу, а с этой бусиной проверяем симметрию так, чтобы эти бусинки, вот светло-коричневые-розовые, находились примерно симметрично, чтобы с одной и с другой стороны получилось одинаковое количество бусин. С этой стороны, я уже говорила, у меня поместилось 10 пар, и еще вот одна розовая, вот по центру прям, да, с этой стороны я также помещу 10 пар. Здесь количество бусин у вас будет зависеть от размера овала и самих бусин. У меня все бусины пришиты, поэтому я еще раз пройдусь по ним ниткой, так как бусины-рандели могут рвать нить, ну и они будут так потуже сидеть, и браслет будет более долговечным. Прохожусь еще через все бусинки. Здесь подтягиваем нить, они садятся плотнее, и далее здесь пришиваем бусинки. Далее выводим иголочку здесь около этой бусинки, и буду пришивать бусинку-жемчуг. Чередую их, значит, сначала пришиваем бусинку, так же по одной, как и вокруг этого овала. Жемчуг и бусинки вокруг центрального кристалла пришиты, так же здесь, в этих местах, пришиваем стразы. Здесь располагаем их ромбиком, пришиваем двумя-тремя стежками, здесь и симметрично здесь. Далее мы пришиваем кристалл, ну риволи 12 мм, он пришивается совершенно так же, как и центральный. Отступаем от этой бусинки 5 мм, располагаем по центру и пришиваем так же, цепляясь за бисеринки последнего ряда. Так, значит, здесь кристалл пришит, вокруг него так же обшиваем бисером белым, вот, и пайетки укладываем. Здесь располагаем кристаллики так же, так как это браслет и он имеет круглую форму, да, он у нас будет вот так выглядеть, вот мы его формируем вот таким образом, то мы видим, что в некоторых местах есть пустота, например, вот здесь, да, здесь, вот здесь есть по центру. Здесь я уже пришила бусинки и бисер, то есть вот в этих местах нужно пришить бусинки, либо бисер. Здесь я буду пришивать просто бисер, а здесь уже пришиты бусинки и бисер. И последним завершающим этапом будет вышивка бисером вокруг. Здесь я вышиваю 15 размером, то есть набираю 2. Вышивка на этом готова, и теперь нам необходимо срезать лишний фетр. Нужно срезать на одном уровне с бисером. Здесь важно ножницы держать под прямым углом к вышивке, вот таким образом. Далее мы будем проклеивать нашу вышивку бумагой для уплотнения и выравнивания. Изнанки обводим вышивку. Рисуем меньше на пару миллиметров. Проклеиваем вышивку. Здесь не нужно очень много клея. В процессе приклеивания я уже придаю браслету округлую форму. Округлую такую форму, поэтому появляется здесь лишняя бумага. И приклеиваем кожу. Здесь я уже клею в круглом таком положении, для того, чтобы было меньше заломов потом, когда мы его будем одевать. То есть он уже у нас такой круглый. Срезаем кожу. Далее приступаем к заделочному шву. Я буду шить с леской. На леске уже есть удилок и мы его прячем между слоями. Прокалываем один слой кожи. Далее прокалываем перед бисерным швом в том же месте. Накидываем пару узелков. Подтягиваем. Вот так это выглядит. Узелок спрятался между слоями. Набираем две бисеринки. Прокалываем два слоя. Здесь я прокалываю перед бисерным швом. Бисеринки останутся слева. Есть петелька. И входим в эту петельку. Подтягиваем. Вот таким образом. Снова набираем две. Прокалываем. Бисер останется слева. Входим в эту петельку. Подтягиваем. Таким образом доходим до этого места, где будем стоять застежку. Здесь по центральной линии будем ставить застежку карабин. То есть мы делаем это так же, как и бисер. То есть мы набираем бисер, но вместо бисера проходим в колечко застежки. Входим в то же место. Ну или можно отступить вот одну бисеринку. Прокалываем два слоя. Здесь застежка останется слева. Совершенно так же, как мы оставляли бисер слева. И входим в эту петлю. Вот таким образом. Вот. Чтобы она держалась лучше, мы сделаем это еще раз. Подтянем. Пройдем через само колечко. Прокалываем снова в два слоя. И войдем в эту петельку. Подтянем. Снова пройдем через колечко. Проходим углой два слоя. И проходим в эту петельку. Подтягиваем нить. Вот, застежка сидит хорошо. Далее. Шьем так же. Выбираем две. И заканчиваем заделочный край. Здесь, с другой стороны, поставим цепочку удлинителей совершенно так же, как и застежку карабин. Завершая заделочный шов, так же набираем две бисеринки. Входим в самый первый стежок. Подтягиваем. И входим в следующие две бисеринки. То есть, в самые первые две бисеринки. Подтягиваем нить. Ровненько становимся в ряд. Прокалываем так же два слоя. Накидываем пару петель. Подтягиваем. Здесь брелок спрячется между бисеринками. Снова проходим две бисеринки. Делаем так же. Прокалываем два слоя. Накидываем несколько петель. Подтягиваем. Так можно сделать два или три раза. Как вы посчитаете нужным. Я иногда делаю два, иногда три. Подтягиваем. Все, теперь нить надежно закреплена. Ну, леска в моем случае, да? Дальше проходим 4-5 бисеринок. Тянем леску. И при натяжении отрезаем. Такой красивый, чудесный браслет у нас получился. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч в мастер-классах. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok